МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где государство оплачивает полную стоимость того самого оздоровления или частичную? Понятно, наверное, что лето – это самая популярная и самая желаемая пора для отдыха и оздоровления. Как удается балансировать между пожеланиями и реальностью? Да, действительно, путевки, которые приобретает весь публиканский центр, он приобретает здравница. Здравница функционирует на протяжении всего года, с 1 января по 31 декабря. Соответственно, путевки равномерно распределяются на весь период функционирования здравницы. Действительно, всех оздоровить в летний период не получается. Но и предпочтения тоже разные бывают. Определенные категории граждан, в частности, неработающие пенсионеры, в летний период заняты на приусадебных участках, и они предпочитают получить санаторно-курортное лечение в межсезонный период. Некоторые по финансовой составляющей выбирают межсезонный период, потому что в этот период частичная доплата до стоимости путевки значительно ниже. Вот, кстати, о тех самых льготах. Государство, я уже говорил, погашает либо полную стоимость, либо частично погашает стоимость оздоровления. От чего это зависит? Действительно, государство оплачивает полную стоимость путевок, если это касается несовершеннолетних детей. То есть все дети, которым показано санаторно-курортное лечение, получают его бесплатно. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета, направленных на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, приобретаются путевки для детей, проживающих на таких территориях, либо обучающихся на таких территориях. Тоже полностью оплачивается стоимость путевки как санаторно-курортное лечение, так и оздоровление. Кроме того, сопровождающие педагоги, которые едут в составе организованных групп с детьми, также приобретаются для них путевки тоже бесплатно, но без санаторно-курортного лечения только проживание и питание. Кроме детей, бесплатно имеют право на получение санаторно-курортного лечения ветераны-инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды первой и второй группы, лица, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, приобревшие инвалидность в результате этого, и еще значительное количество различных категорий граждан. Понятно, что за моими вопросами последует еще ряд вопросов от зрителей. Где можно получить ответ на них? И в первую очередь, кто имеет право на те самые льготные путевки? Для того, чтобы получить полную информацию о возможности получить льготы на санаторно-курортное лечение, необходимо обратиться к нам в представительство. Телефоны доступны в сети интернет, я могу назвать 32 96 18. Специалисты компетентно расскажут о всех аспектах санаторно-курортного лечения с поддержкой государства. И врач по месту жительства, я так понимаю, тоже может дать совет, ведь речь о, в первую очередь, медицинских показаниях. Да. Значит, для граждан, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, в первую очередь необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Врач посмотрит, оценит состояние здоровья и документально подтвердит вашу нуждаемость в санаторно-курортном лечении. Этим документом вы приходите к нам, документами, подтверждающими ваше право на льготу, становитесь на учет у нашего специалиста, и по мере наступления вашей очередности мы будем предлагать возможные варианты вашего санаторно-курортного лечения. На какой период чаще всего эта очередь может растянуться? Несовершеннолетние дети, проживающие на территории подвергнутого радиоактивного загрязнения, имеют право ежегодно в календарном году не менее одного месяца получить санаторно-курортное лечение и оздоровление. Есть категории граждан, которые имеют право в первоочередном порядке получать санаторно-курортное лечение. Это инвалиды и ветераны Великой Счастливой войны. Они у нас на постоянном учете, и если они не воспользовались своим правом, то они могут получить компенсацию за неиспользованное оздоровление. Есть категории граждан, в частности инвалиды первой и второй группы, они получают бесплатно санаторно-курортное лечение один раз, не чаще, чем в два года. Василий Николаевич, спасибо за интервью, успехов в делах, и пусть это лето принесет только хорошие эмоции всем нам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.